Если бы Осетия и Абхазия стремились к независимости как от Грузии, так и от России, ты бы их поддержал? Если нет, то чем это отлично от Лизгистана? Этот вопрос меня попросили задать. Если бы это был внутрь какой-то кавказский вопрос без участия России, то какую-то отдельную сторону в этом вопросе мы бы постарались не занимать, а были бы чисто такой нейтральный и роль примиряющих попытались бы. Я бы попытался, по крайней мере, в этом вопросе сделать. Для меня важно, чтобы вот это единство на Кавказе сохранялось. И любые конфликты для нас неприемлемы. Они сейчас выгодны только нашим ураганам, в первую очередь России. И нам нужно этих моментов сторониться. Тем более нельзя в этих конфликтах занимать какую-то сторону одну, так как это потом на очень-очень долгие годы ссорит тебя с противоположной стороной. И я сторонник того, чтобы все народы, которые не вовлечены в какие-то конфликты, кавказские народы, чтобы они не занимали чью-то позицию, а пытались наоборот как-то примирить. Мы, народы Кавказа, должны понимать, что друг без друга нам никуда. Мы должны быть вместе, мы должны быть в едином союзе. И те разборки, какие-то там исторические конфликты, которые между нами есть, мы должны их преодолевать не путем каких-то вооруженной борьбы и конфликтов, а переговоров дипломатично. Нам нужно это все преодолевать. Примеры даже в современном мире их полно. Посмотрите на Европейский Союз. Это страны, которые не так давно друг друга просто жестко миллионами косили. Сегодня они тоже имеют какие-то претензии друг к другу. У них разные герои. Французы, допустим, у них герой Наполеон, который воевал с этими же европейцами и оккупировал, завоевывал их для других европейских народов. Наполеон является завоевателем. Но это не мешает им всем сегодня объединиться в единый союз и представлять на мировой арене общие интересы. Точно так же к этому должны стремиться и мы. Поэтому если бы этот вопрос возник бы внутри, мы бы попытались этот вопрос решить как-то мирно, не становясь на чью-то сторону в данной теме. И я бы хотел предостеречь вот от подобной тактики. Типа, если ты здесь вот так вот, а вот в Новой Зеландии ты бы то же самое там бы сделал. Друзья, я посмотрю на ситуацию, исходя из интересов своих, своего народа, своего государства, своей религии. Я буду на все смотреть исключительно из своих интересов. Так же, как это будут делать и другие. Америка в каком-то вопросе займет позицию одной стороны из своих интересов, а не из того, что они там хотят какого-то блага, добра для этой страны или этого народа. Прежде всего, ее будут интересовать ее интересы, интересы этого государства и их граждан. Так же из этого же положения буду исходить и я. Меня будут в первую очередь волновать интересы свои собственные, интересы своего государства, народа, своей религии. Я буду из этих интересов исходить. Поэтому универсального подхода быть не может. Если ты здесь вот так вот поддержал, то поддержи и здесь нам, например, этих нет. Я смотрю, что здесь будет интересно для нас, что для нас всех выгодно. И если в этой ситуации для нас выгодно одно, а в другой другое, то здесь мы поддержим это, а здесь другое. И это нормально. Так и строится и внутренняя, и внешняя политика. Томсо, а что делать осетинам? Как им быть? Выбрать союз с кавказскими соседями или с Россией? Ведь Осетия это не республика мусульман. Что делать осетинам в будущем, если нужно будет выбирать? Вот осетины, это очень важный момент. Я хочу, чтобы мы с вами, особенно соседи осетин, на это обращали внимание. Осетины сегодня представляют себе окружающие их мусульманские кавказские республики, прежде всего Ингушетию. Они представляют их как врагов. Они думают, что вот Россия уйдет отсюда, и они все на нас нападут, нас изгонят. Ингушетию из-за старых обид нас начнут убивать, и другие их поддержат. У них такие мысли. И они думают, что в этом плане для них Россия это защита. Что вот Россия, она их защищает. Пока Россия здесь, они этого сделать не могут. Поэтому в наших интересах, чтобы Россия здесь была, думают осетины. Мы с вами должны показать осетинам, что нет, это не так. Как раз таки мы, осетины, должны понять, что их союзник это не Россия. Их союзник это кавказские народы. Осетины всегда были частью Кавказа. Это такие же кавказцы, как и мы. У нас там не так далеко один предок. Мы все друг другу родственны на Кавказе. Поэтому, несмотря на какие-то наши там религиозные противоречия, в целом наш успех, он в едином союзе. Грузия это христианское государство в большинстве своем. Православное. Осетины, там большинство, по-моему, христиан, есть также еще какие-то свои культы, есть и мусульмане среди, и осетин, и грузин, кстати говоря. Но в целом мы с вами кавказцы, и мы при всех вот этих вот народных разницах, языковых и религиозных, при всем при этом мы сможем с вами успешно сосуществовать в рамках единого союза независимых государств. Независимая Осетия это лучше, чем Российская Республика Осетия в составе России. Независимая Осетия в составе Кавказского союза это гораздо лучше, выгоднее для Осетии и для всего Кавказа. Нам с вами это выгодно. Поэтому мы должны преодолеть вот эти конфликты, и осетины должны понять, должны почувствовать безопасность с нашей стороны. Что они в первую очередь от нас обезопасены, и с нами, всем вместе нам выгодно, и в этом наш успех. Они должны это понять. Поэтому я и призываю нас больше об этом говорить, беседовать, разговаривать. Осетины, я приглашаю осетин и представителей других народов, подписывайтесь на телеграм-канал. Каждую ночь мы проводим там голосовые чаты. В голосовых чатах мы как раз обсуждаем вот эти моменты. Как преодолеть все там какие-то разногласия, которые между нами есть, как прийти к чему-то единому. Приходите, подписывайтесь, присоединяйтесь, общайтесь, разговаривайте, излагайте свои мысли. Задавайте вопросы. Получайте ответы на эти свои вопросы. Особенно это касается вот таких вот народов и республик, которые боятся за свое будущее. Боятся я не в каком-то негативном смысле, я имею в виду, переживают, думают, что вот без России будет как-то плохо. Приходите, давайте будем говорить, будем беседовать, будем как-то решать подобные вещи. И я хочу исторически привести некоторые моменты. Как вы знаете, в нашей общей кавказской борьбе также принимали участие и осетины. В Горской республике одним из лидеров был осетин. И даже после того, как эта республика у нас пала, он продолжал эту борьбу. Поэтому в целом среди осетин были те лидеры, были те герои, которые понимали то, о чем я сейчас говорю, и стремились к этому. И это нужно возродить. Не является ни Осетия, ни Грузия, не являются форпостами историческими какими-то российскими на Кавказе. Не являются. Так произошло, потому что нас как-то стравили в какие-то моменты, использовали вот этот принцип «разделяй и властвуй». К сожалению, им это удалось. Да, это и успех. Но мы с вами должны стремиться к тому, чтобы преодолеть это, поменять. Чтобы теперь мы с вами достигли успеха и смогли объединиться на том, что нам выгодно. Субтитры создавал DimaTorzok